Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». Замечательная солнечная пятница, 12 часов и 6 минут в Кирове. Начинается программа «Культпоход» в прямом эфире радиостанции «Кировград». Вас приветствует Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, добрый день. На самом деле, сегодня погода такая яркая, красивая, много красок, оттенков. И красочно сейчас у нас в студии. Наши гости принесли замечательные экспонаты. Кроме интересной беседы, у нас сегодня, разумеется, будет розыгрыш всевозможных призов. Наши гости будут задавать вопросы. Вы отвечаете на них. Но чуть позже будем задавать вопросы. Номер прямого эфира 211-101. Итак, сегодня мы отправляемся в выставочный зал Вятского художественного музея для того, чтобы подробно поговорить о новой выставке. Все верно? Все верно. Открылась новая выставка «Вятка в цвете». И сегодня ее представляют Елизавета Марасанова, научный сотрудник отдела экспозиционной и выставочной деятельности Вятского художественного музея, куратор выставки «Вятка в цвете». И Татьяна Тимкина, художник-график, аквалерист, член Союза художников России, участник выставки «Вятка в цвете». Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну что, можно поздравить вас с очередным успешно реализованным проектом. Возрастных ограничений, сразу же скажем, у выставки нет. Ноль плюс. Все могут ее посетить. Насколько активно уже идут жители города? Активно и приятно, что идут семьями, и прямо и детские экскурсии у нас уже начали активно реализовываться. Это очень здорово, что посетители прямо интересуются и спрашивают. Можно сказать, что это одна из самых масштабных выставок последнего времени по количеству представленных работ. Ну, представили 234 работы, 90 художников. Мы считаем, это масштабно. Нам прямо есть чем гордиться. И причем все художники – это наши земляки, кировчане. В том числе и Татьяна Евгеньевна. Да? Расскажите сразу о своих работах. Да, сколько представили, какие. Ну, я хотела бы сказать пару слов о нашем великолепном союзе художников России, Вятское региональное отделение, которое считается одним из самых сильных в Русском Севере. И очень приятно, что выставочный зал сделал прекрасную экспозицию. И в залах представлена живопись, графика, скульптура, декоративное искусство народное. И очень графика, и очень трогательное, что концепцию выставки Елизаветы Александровны вместе с нашим председателем, союза художником Игорем Сметанином разработали. Это дало очень яркий, эффективный результат, потому что подача, развертывание экспозиции очень важно в нашем искусстве. И я предоставлю... А можно чуть поподробнее про концепцию? Что за идеи-то закладывались, да, Елизавета? Дополняйте. Дополняю с удовольствием. Какая задумка была изначально? Ну, во-первых, нужно сказать, что музей сейчас идет ногу со временем. И мы хотим предоставлять нашим зрителям не только лучшие работы, да, как собрание лучших работ художников, а рассказывать им удивительные истории. То есть все выставки у нас сейчас концептуально выстроены. И в данном случае, когда мы задумывались, как же нам сделать ежегодную областную выставку Союза художников, тоже решили и приняли решение, что мы заложим внутри некую идею, концепцию. И благодаря совместным усилиям родилась такая идея, как рассказать тему о роли цвета в раскрытии эмоций и смыслов произведениям искусства. И, как сказала Татьяна Евгеньевна, ведь представлено несколько видов искусства. И это была, конечно, колоссальная работа. И я рада, что художники пошли нам навстречу. Это было очень сложно отобрать свои работы в рамках идеи и концепции. Если вы придете на выставку, вы увидите то, что мы вам рассказываем именно историю, а не просто лучшие работы. А само словосочетание «ветка в цвете» – оно кому принадлежит, у кого родилась? В «Союзе художников» – это проект, и это очень важно, потому что залы раскрываются от первого прозрачного, через красный, через желтый, синий и многоцветие. Вот Елизавета Александровна, наверное, раскроет эту тему. Ну, еще добавлю про «ветка в цвете» – название непростое, название, которое мы хотим сделать брендовым и повторить эту историю в следующем году. Но после «ветка в цвете» – точечка – мы заложим уже другую историю и другие уточнения. И действительно, как сказала Татьяна Евгеньевна, мы заложили в «ветке в цвете» 2023 нынешней нашей выставке… Ну, неспроста, да, именно. Да, неспроста. …упоминается. Некий путь, который должен наш пройти зритель с первого зала, так мы его назвали, прозрачный, заложили этот цветовой маркер, заставить вас задуматься о том, а что есть цвет, а точно ли я знаю, что это такое. А прозрачный – это цвет, а прозрачный, который мы видим в работах художников – это как, это что. И дальше мы уже вам раскрываем по залам конкретный цветовой маркер. Красный. А что мы понимаем под красным? И вы увидите, как цвета, но если провести ассоциацию, например, со словом в литературе, да, ведь само по себе слово имеет некий такой смысл, но маленький. Но как только писатель начинает рассказывать историю, встраивая слова в предложение и в рассказ, получаются удивительные истории, да, целые смыслы. И вот здесь наши художники, играя конкретными цветовыми маркерами, рассказывают вам свои истории. И вы увидите, что красный, какой он многогранный, синий, какой он разный. И в конце мы стараемся раскрыть все ваши чувства и эмоции, показать многоцветие. Многоцветие – это что такое? Как это? Были ли какие-то работы созданы специально для этой выставки? Или всё-таки уже под концепцию у художников выбирали подходящие работы? Ну, каждый год у нас проходит областная выставка, и это своеобразный отчёт. И, конечно, тема была известна заранее. И таким образом случилось так, что, допустим, тот же красный зал у разных мастеров. Красный звучит от парадного, яркого, сочного до трагичного. И это очень глубоко, потому что это не просто цвет, а это выражение души, мыслей художника. И у каждого художника свой мир. И, может быть, вот эта концепция, она помогает нашему зрителю увидеть новую грань, понять лучшее искусство, привлечёт внимание и тронет душу ещё более ярко и сильно. Ну, вы специально ничего для выставки не создавали именно для этого мероприятия. Я создавала. Вы создавали. Какие у вас работы? Поделитесь. Ну, я предоставила четыре работы. Первая работа «Потомки героев Бородино». Это портрет двух молодых человек. Это наши художники, но они одеты в костюм гусара. Это то, что мы сейчас видим, принт, принт вот этот, да, на футболке, который вы принесли. Да, это реальная реконструкция киры, ружьё, костюмы были взяты специально. Это всё писалось на туры. И позировали молодые художники, Сергей Перминов, Вадим Русских. Работы этих художников представлены на выставке. И мне хотелось вот именно этот красный, вот этот мажор, эта радость русского воинства, их отвага и честь, и слава. Мне хотелось вот в этом работе выразить благодаря вот этому яркому, сочному, красному цвету гусарских мундиров. Сколько времени вообще ушло на создание этой работы? Ну, где-то полгода я писала. Полгода? Да, это старинная техника акварельная 19 века, она тонкая проработка лиц с лессировками. И, конечно, были подготовительные работы, сбор материала, и костюм писался с натуры, то есть там пазумент, это всё очень длительная, кропотливая работа. А сама работа, она какого размера? Ну, где-то 50 на 50 сантиметров. А, ну, достаточно такая. Ну, она станковая графика, не маленький размер. Слушайте, полгода? Ну, наверное, шла работа параллельно ещё над какими-то работами. Или всё-таки, когда работаете над чем-то, полностью отдаётесь? Да, только этой работе. Ну, это старинная техника, поэтому... Да, я никогда бы не сказала, что это акварель. По фотографии, которую мы сейчас просто видим. Ну, это старая академическая школа петербургская, и она именно позволяет технику старых мастеров, когда акварель звучала сочно, ярко, и вот она и такой и должна была быть, и была долгие столетия. И потом уже как бы современная она превратилась в некую другую технику. Кроме этой работы ещё я предоставила работу женский портрет Анна Парадис, старый фрегат Вятка Хронос. Это философская такая работа обе в синем зале. И такой концептуальный натюрморт «Ракушка и зеркальная сфера». То есть достаточно большой объём работ я сделала для этой выставки. Ракушка и зеркальная сфера. Так пытаюсь быстро понять, какие смыслы в неё заложены. Конечно, сложно оценить, пока не видел. Ну, зеркальная сфера — это большой зеркальный шар, в котором отражается натюрморт. И он отражается не только натюрморт, но и вся мастерская художника. То есть это определённый философский ход и код, который раскрывает, что натюрморт — это не только предметы, это какая-то философия и изображение мира через тихую жизнь предметов, которые приносят более глубокое понимание нашего мира. В связи с этим разговором хочу рассказать и напомнить нашим слушателям, что стоит приходить на экскурсии по выставке, которую проводит Татьяна Евгеньевна. И вот как раз какие-то такие моменты, раскрытие смыслов, погружение лично от художника можно получить. Расскажите, когда у вас проходят экскурсии? Мы запланировали целый ряд экскурсий с художниками. Потому что вы действительно правы. Часто нас очень посетители спрашивают, а что именно под тем или иным образом имел в виду художник. И лучше, чем художников, на этот вопрос никто не ответит. Поэтому мы заложили четыре экскурсии. Ближайшая будет 29 июля в час дня. И будет проводить её Татьяна Евгеньевна Тимкина. То есть завтра. То есть завтра мы вас всех приглашаем, ждём. Действительно, можно только ещё добавить комментарий? Когда особенно на экскурсии ходят дети, и я вот заметила, что у работ Татьяны Евгеньевны, они нас атакуют вопросами, а точно ли это сделано акварелью. То есть они не могут поверить, что это сделано акварелью. Они ведь не доказывают, что это не акварель. Ну хорошо, если не акварель, то что? Карандаш. А, карандашом. Ручка. Всё, что угодно, только не акварель. Дальше у нас будут экскурсии 5 августа, также в час 12 августа и 19 августа. Всё время в час. Это уже ближе к закрытию, да? Ближе к закрытию. До 20 августа. Более того, я хочу сказать, что художники для вас подготовили сюрпризы. Во время экскурсии будет розыгрыш, и там вы можете тоже выиграть вот такие замечательные футболки с картинами художников. Да, вот эти замечательные футболки сейчас у нас здесь на студийном столе. Мы ими любуемся, очень яркие, красочные. В общем, у победителей этих викторин, так их назовём, да, тоже будет возможность получить эту футболочку. Я тут смотрю, разные размеры, да, можно будет подобрать. И разные работы. И разные работы, да, можно... В общем, очень ярко. И мне очень нравится, что во главе всего это Вятка написано, да. У нас всё ещё, по-моему, нет такого мерча там, где Вятка. Я вот уже собираюсь в путешествие, с большим удовольствием бы поехала представлять свой город. Да, и представляя человека в этой футболке, тут издалека видно. И ещё и кировских художников, я просто с гордостью там, да, конечно, у меня есть футболка там с работами Воснецова, да, была выпущена такая серия работ, вот, но с кировскими художниками работы, ну, это просто... Подарок. Подарок, да. Большое спасибо, что у вас появилась такая идея, и вы её воплотили. Не покидает меня всё-таки этот вопрос-то с акварелью. А почему, ребята спрашивают, действительно ли это акварелью? Они, видимо, сравнивают с тем, что вот они дома, дома или в школе сидят, да, вот обмакивают кисточку, и как-то получается... Связано с тем, что акварель в понятии 20 века – это прозрачная, текучая, чаще всего серая. А вот старинная акварель академическая, которую создал Чистяков, она из Европы привезена, из Италии. В общем, она другая. Она плотная, она яркая, она сочная, и производит впечатление, что акварель не может быть такой, но на самом деле она сохраняет прозрачность, потому что бумага подсвечивает эти краски. И так как я долго в Вятке пишу и делаю выставки, ну, определенный круг уже знает эту акварель, знает эту технику. И вот мы охватываем всё новых деток, которые приходят в музей. В общем, в обычном канцелярском магазине такую акварель не купишь. Она продаётся, ленинградская акварель, которую пишут все профессиональные художники, акварелисты. Прям в любом магазине, что ли, можно? Ну, в специализированных. В салонах художественных. И тут дело не в краске, а в методе, школе и умении пользоваться, и это древняя традиция, и поэтому это даёт такой удивительный эффект, когда там металл, он блестит, яблоко, оно как живое, бархат. Как будто пахнет оно. Да, бархат, бархатный. То есть это именно старинная школа, которая была изначально акварель. Сиянина Евгеньевна, а кто-то ещё работает сейчас в этой технике или такой уникальный художник? В Питере мой учитель и всё. Два человека на сую сторону? Ну да, мы сохраняем эту традицию. Простите за неосведомлённость, а чем работает эта кисть? Кисть, да, всё, кисть, бумага, акварельная. На самом деле, да, поражает. Вот видите, у вас удивление, у детей так же. Они когда видят, как прописаны детали, они не могут поверить. Да, здорово. Ну, давайте не будем забывать, мы ещё не проговорили о работах других художников, да, давайте всё-таки тоже расскажем, что ещё за деятели представлены. Ну, у нас представлены великолепные работы Веры Ивановны Ушаковой. Это большие графические листы, выполненные гуашью, которые тоже думают, что это масло, но они мощные, сильные, большие работы. Это представлены пейзажи, вятки Виктора Георгиевича Харлова, это наш академик. Представлены работы членкора Академии художеств Володи Мулина, это вот наши мэтры. Представлены работы среднего поколения, это то, что является как бы молодостью нашего союза, работой Игоря Сметанина, Максима Наумова, Зилаева, Горбачёва. Ну, конечно, мэтра нашего Александра Петровича Мочилова, Яндальцева, Ярковского. Ну, то есть большой спектр от самых молодых художников, только что-то вступивших в союз, и до самых наших крупных ярких мастеров. Татьяна Евгеньевна, а для самих художников эта выставка, это возможность в том числе и познакомиться с работами своих коллег? Или вы ранее видели эти работы? Нет, конечно, есть вот этот момент. Каждый год это срез искусства, когда мы работаем отдельно, каждый в своей мастерской, и потом происходит то, что мы видим, чем занимался каждый художник. То есть вы на этой выставке тоже впервые знакомитесь с творениями своих коллег? И это очень всегда трогательно, и это праздник для художников. Каждый раз это праздник, потому что мы видим, что тревожит, что волнует каждого автора, и это всегда такая встреча с искусством. Ну, вот в этой выставке лично у вас работы, какие работы, каких коллег вызвали такие наиболее волнительные эмоции? Ну, или, может быть, свежие какие-то работы, которые привлекли. Прекрасный график. Елена Авенова выставила две станковые графические работы, очень мощные, сильные. Ну, конечно, традиционно у Веры Ивановны, у меня вот мощный ее твердыня, работа называется «Стены Кремля». Ну, так написаны, так сделаны вы, когда будете на выставке, обратите внимание. Конечно, великолепные графические работы Ольги Аркадьевны Колчановой. Это великолепный мастер, который работает в технике лубка, но настолько современно, настолько сочно, со своим колоритом, со своей тематикой. Это мощный автор, потомственный художник, график. Это вот я могу перечислять наших авторов, потому что художники – это единая семья братская, и мы все очень любим искусство, и это всегда завораживает. Там, не знаю, студентов нашего училища тоже приглашаете, да, посмотрите, да? Да, да, да. Они уже ходят, приходят, да, оценивают. Да, я напоминаю нашим слушателям, что мы говорим о новой выставке в выставочном зале Вятского художественного музея, называется «Выставка Вятка в цвете 2023». 2023 потому что вот мы фиксируем этот год, да, сегодняшний день, продолжать будем еще эту выставку, так что в следующем году, как пообещала Елизавета, будет «Вятка в цвете 2024». Название такое, да, вот как будто контрастирует с нашей зачастую серой действительностью, да? Есть такой смысл тоже? Я думаю, что да, это тоже идея вкладывалась в концепцию. А тут посмотри, да. Потому что мы так часто любим говорить, да, серый город, и опять тут недавно нам рассказывали про индекс счастья, да, что вот он как раз от солнечных дней зависит. Которых у нас очень немного, да. И у нас, да, их всего 90 из 365, поэтому, ну вот так у нас счастья не хватает. Поэтому, конечно, надо привносить цвет, да, в нашу действительность. Вот, напомним, что выставочный зал находится на Карла Липнихта 71, да, и будут проходить экскурсии. Вот Татьяна Евгеньевна сегодня с нами, она будет проводить экскурсии. Вы рассказываете о работах других художников, не своих. Вы для этого как-то с ними вот общались или это, ну, то есть узнать историю этой картины, или это личная позиция? Ну, дело в том, что, во-первых, мы члены правления, являемся участниками выставкома, то есть мы долгие годы отбираем работы, ездим. Ну, вот Елизавета Александровна ездила с выставком по всем мастерским. Конечно, мы друг... Выставком это? Выставком это та группа художников, которая отбирает работы для выставки. А, комиссия. То есть это... Комиссия. Выставочная комиссия, да. И поэтому, конечно, мы друг друга хорошо знаем, и когда проводится экскурсия, то есть очень важно услышать зрителю ощущение изнутри. То, что художник показывает, о чём он думает. И мне вот хотелось бы подчеркнуть, что «Вятка в цвете», чтобы наши жители города увидели, что «Вятка» на самом деле очень сочная, яркая. А стереотипы, константность — это... И вот многие открывают глаза, и оказывается, у нас такие особняки, у нас такие дома старинные, что «Вятка», она бывает радостная, сочная, свежая. И это вот как бы эмиссия художника показать, что мир, который «Вятки» окружает, и наши герои на портретах — это великолепные, интересные люди. И чтобы вот эта обострённость восприятия «Вятки» уникального места, уникального города, уникальной своей культуры, которые у нас и прекрасные музыканты, и актёры, и художники, и мы гордимся этим, и вот чтобы более остро житель «Вятки» воспринимал нашу родную вятскую культуру. Я прочитал в анонсе выставки, что специально для открытия был записан ещё и некий саундтрек. Да. Елизавета, расскажите, что это такое. Вообще настолько эта идея и концепция вдохновила людей. Я вам скажу, что мы нашли параллельно к выставке, которую мы готовили, у нас было два проекта — видеопроект и аудиопроект. Вот честно, писала людям концепции, это молодые, все творческие люди, и просто вот интересно или нет, поняли ли они нашу идею, цвете нет, и людей зацепило. На одной волне они с вами или нет. Да, на одной волне или нет, захотят ли, интересно ли, поймут ли. И очень радостно, что откликнулись. Одни из них — это музыканты Елена Артём Пампа, группа «Энергия солнца». Приходили несколько раз в выставочный зал, просматривали картины. Ребята, которые открывали вообще нам выставку и попутно сказали, мы хотим трек написать. Вот настолько нас тронуло искусство, настолько нас заинтересовала эта история. То есть, звуковой ряд, он уже начал рождаться. Более того, Елена мне написала, говорит, хочу, чтобы зритель, попав на выставку, вместе с музыкой, прошел вот этот путь в каждом зале, раскрывая, чтобы музыка помогла. И вышел только, когда прошел всю экспозицию. Я говорю, давай, очень хочу. И мы параллельно, когда посетители у нас приходят на выставку, включаем их трек. Прошу прощения, у нас полминуты до рекламы, да, если не успеем, то после рекламы уже поговорим. Да, да, да. Хорошо, продолжим обязательно. Еще хочу напомнить, что сразу после рекламы будем вопросы задавать вам, наши слушатели, 211-101, номер нашего телефона. Ну и уже традиционно в телеграм-канале радиостанции Кировград, я прямо сейчас запускаю тоже один из вопросов, там на фотографии приз, который вы можете получить, правильно ответив на него. Все, нажимаю «Отправить», 211-101, нужно тоже будет позвонить в прямой эфир. Вернемся через полторы минуты. Культпоход продолжается, 12 часов и 32 уже минуты. «Вятка в цвете» 2023. Эта выставка открылась 20 июля в выставочном зале Вятского художественного музея, И о ней мы сегодня говорим с Елизаветой Марасановой, научным сотрудником отдела экспозиционной и выставочной деятельности Художественного музея, куратором выставки, и Татьяной Тимкиной, художником-графиком, акварелистом, членом Союза художников России, участником данной выставки. Не закончили мысль про музыкальную составляющую, да, немножко, Елизавета? Договорим, и потом вопросы будем нашим слушателям. Не только выставка, но еще и музыка будет присутствовать на этой музыке. Да, она уже присутствует, да, когда заходят наши посетители на выставку, мы сразу включаем трек и создаем вот эту удивительную атмосферу. Знаете, такое ощущение складывается, когда вот со стороны смотришь, как будто они попадают в некий поток, и вот как по реке через всю выставку плывут до конца зала, и нет желания у них убежать, да, выскочить из этого потока. Вот прямо через музыку еще ребята помогают раскрыть смысл картины. Я что-то не уловил. Это инструментальный трек или там... Инструментальный. Или вокальная еще составляющая есть? Слова там? Для выставки именно сделали инструментальный, чтобы слово не отвлекало от мыслей созерцания. Да, да, да. Вполне себе грамотное решение, да. У нас есть желающий ответить на вопрос, который был запущен в Телеграм-канале. Давайте примем звонок. Добрый день. Алло. Алло. Мы хотим с вами пообщаться. Нам звукорежиссер сказал, что у нас уже есть звонок. Алло. Хорошо, давайте еще раз будем, да. Еще раз, еще раз напоминаю, что в нашем Телеграм-канале вот там последняя запись, это вопрос. Я его не озвучиваю сейчас в прямом эфире, специально для того, чтобы только лишь пользователи нашей тележки могли в курсе быть и дозвонились по номеру 211-101 и ответили на этот вопрос. Ладно, пока ждем звонка. Я предлагаю... Вот, вот слышу, что звонок. Наверное, все-таки дождемся, да. Вопрос на знание истории. Я тут уже в студии присутствующих предупредил, что это будет за вопрос. Ну, давайте примем. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела ответить на вопрос из Телеграма. Давайте, отвечайте сразу. Носила имя Горького. Отлично. Вот теперь-то я могу всех слушателей посвятить в нюансы этого вопроса. Вятский художественный музей имени братьев Воснецовых до 1989 года носил имя другого известного деятеля. И вы абсолютно верно ответили на этот вопрос, действительно, Алексея Максимовича Горького. Спасибо. Мы вас поздравляем. Приз, который там на фото указан, это билеты в кинотеатр «Смены», теперь ваши. Спасибо. Да, да. Спасибо. Не кладите трубку, нашему редактору вас передадим. Ну что, теперь наши гости будут задавать вопросы. Там на внимание... А призы? А, еще призы, еще точно у нас. Что мы разыгрываем? Конечно, футболки. Я думаю, тут, безусловно, мы сегодня разыгрываем футболки подарочные от выставочного зала. Пригласительные билеты на выставку. У меня размер Сочка. ХХЛ-ечка тут лежит у нас. Сочка, ХХЛ-ечка лежит. Очень классные футболки. Вы прям вот... Жаль, что мы сейчас не можем передать наше восхищение. Но очень классно, очень здорово. Но помимо футболок, мы еще и пригласительных билетов на выставку. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Смена» и «Дружба». Также разыгрываем книги от магазина «Читай город», Андрей Зорин, «Жизнь Льва Толстого», «Опыт прочтения», 12+, «Анонимус», «Дело Зили Султана», 16+, «Ти Кинси», «Леди на сельской ярмарке всегда раскроет пару преступлений», 16+, «Элеонор Портер», «Полеана выросла без возрастных ограничений». Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», торгово-развлекательном центре «Максина Луганской» и «ТРЦ-фестиваль». Также у нас есть пригласительный на двоих Вятский палеонтологический музей и пригласительный выставочный, Вятский уже только художественный музей на выставку «Новая степь» художника Зарикто Дорживы. Мы продолжаем приглашать, выставка ограничений имеет 6+. Ну что, все? Рассказали? А, на выставку «Вятка в цвете» тоже приглашаем, да? С этого я начала, что самое главное у нас сегодня – это пригласительные билеты на выставку «Вятка в цвете» и две футболки также от выставочного зала. Елизавета, пожалуйста, вопрос нашим слушателям. Давайте вот начнем с основного. Какие цвета можно назвать основными? Поясню. То есть те, смешивая которые, можно получить все остальные цвета и оттенки. Варианты ответов. Слушайте, давайте без вариантов. Конечно, сейчас мы еще только запутаем. Мы скажем, что это три цвета. Три цвета. Из них их получить нельзя. Невозможно. Невозможно. Но зато и из них можно получить все остальные. Это я со школы очень хорошо помню. Дошкалята, по-моему, еще знают. Да, это изучают еще в детском саду. Проверим. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Светлана. Светлана приветствует Светлану, я так понимаю. Здравствуйте. Я думаю, что это красный, желтый, синий. Совершенно верно. Абсолютно верно. Красный, желтый, синий. Смешать синий и желтый получим зеленый. Ну и так далее, в общем. Да. Красный, желтый получим оранжевый. Да, 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 все верно. Что хотите получить? Билеты в смену. Светлана, да, постоянные. Нашему редактору вас передаем. Следующий вопрос. Тут быстро справился у нас. Отлично. Справилась слушательница. Отлично, давайте. Какой цвет в давние времена обозначали словом жаркий? Жаркий. Жаркий. Без и краткой. Жаркий. Жаркий. Это какой-то жаркий. Но все равно слово тепло. Да, на французской. На французской. На французской вы очень точно заметили. Это, наверное. 211-101, да, прямой эфир. Номер. У нас есть еще три минутки, чтобы вы успели дозвониться. Это второй вопрос от наших гостей. Будет еще третий. Так что, если не сейчас не получится дозвониться, то будет еще шанс. Наша постоянная слушательница Валентина. Наш звукорежиссер предупреждает. Алло, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Приветствуем вас, как обычно, в программе Культ Поход. Ну что, вопрос понятен вам? Будьте добры, еще конкретнее вопрос задайте. Да куда уж конкретнее-то? Елизавета, еще раз напомните, пожалуйста. Какой цвет в давние времена обозначали словом жаркий? Ну, это, наверное, красный цвет. Нет, неверно. Валентина, сейчас внимательно. Вторая попытка. Вторая попытка, да. Еще очень яркий цвет. Да, декоративный, вероятно. Нет, оранжевый. Оранжевый, да, совершенно верно, оранжевый. Оранжевый, жаркий. Ну, как-то, да, вот это... Логично. Да, Валентин, поздравляем вас. Что хотите получить? Я хочу на выставку попасть. Вот, отлично. На выставку вятка в цвете 2023. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. Редактору вас передадим. Ну что, еще один вопрос у нас есть, да? Третий. Внимание, слушатели. 211-101. Вопрос. Кому принадлежит высказывание? Цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиша. Глаз – молоточек. Душа – многострунный рояль. Как красиво сказано. Да. Ну, мне известная фраза. Эту фамилию сегодня упоминали мы уже? Мы эту фамилию сегодня не упоминали. А, не упоминали. Да, только за эфиром. За эфиром. Да, ну, можно подсказать, что это очень известный художник начала 20 века. И в анонсе выставки на сайте музея он упоминается. Русский художник. Упоминается. Совсем все подсказали. Это вам так кажется. 211-101, да. У нас есть уже звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Так, это Наталья, видимо. Да. Да, узнали. У нас же постоянная слушательница. По голосам знаем. Ну, ваш вариант. Совершенно верно. Василий Кондитский. Кстати, благодаря этому художнику мы в его трудах брали вдохновение для нашей концепции, идеи для выставки. Наталья, абсолютно верно. Слушайте, ну мы вам футболочку-то советуем взять. А я вот ее и хотела. Прелесть. Вам какой размерчик? С-очка или? XXL-очка. XXL-очка. Давайте S-очку. S-очку, хорошо. Там картина Игоря Сметанина, да? Председателя нашего совета. Который, кстати, на баннере и является неким символом нашей выставки. Отлично. Не кладите трубку, процедура для вас знакомая. Наш редактор еще вас немножко уточнит, да, когда можно получить эту футболку. Все, у нас минутка буквально остается. Еще раз напоминаем основные моменты. Выставка будет работать до 20 августа. На Карла Липкнихта 71. Выставочный зал. Возрастных ограничений нет. Ноль плюс. Экскурсии проходят по субботам. По субботам, по пятницам. А еще мы запланировали много мероприятий, где мы вам рассказываем про цвет не только в искусстве, но и в жизни. Чтобы вы видели разницу, да, что цвет, который окружает нас везде, но он каждый раз имеет разное значение. Программа выложена на сайте. На сайте. Совершенно верно. С нашей гостьей, с Татьяной Тимкиной, завтра, 29 июля, вы сможете на экскурсии встретиться. Авторская экскурсия. Еще раз напомните. В 13.00. В 13.00. Ну все. Хороших вам благодарных посетителей. Спасибо. Ждем вас тоже в гости. Спасибо Светлана. И новых творческих успехов, как принято говорить. До свидания. Культпоход на этом завершается. До свидания. Культпоход на этом завершается. 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 Культпоход на этом завершается.